МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть ли среди жертв украинцы? Кровь на погонах. В Николаевской области назревает очередная Врадьевка. 25 лет независимости, тысячи военных, сотни единиц техники, огромное количество зрителей. Юбилейный парад стал одним из самых масштабных и зрелищных за всю историю Новой Украины. Не обращая внимания на дождь, десятки тысяч украинцев сегодня пришли на главную площадь страны. 4 тысячи военных, 200 единиц техники и десятки тысяч зрителей. Парад начинается с торжественного выноса знамён подразделений, которые сейчас воюют на Востоке. Перед началом движения техники президент вручает десантникам, боевым офицерам Андрею Ковальчуку и Валерию Чебенееву, звёзды героев Украины. И награждает званием генерал-майора Игоря Гордийчука, руководителя Киевского военного лицея, в 2014 году командовавшего боями по взятию Саур-Могилы. Тогда он получил тяжелейшее ранение. Сегодня военные главные герои Крещатика и Майдана. А какая гарантия того, что все наши оптимистичные планы не залишатся на папере и не повиснут в повитре? Відповідь очевидна. Головный наш гарант – це є збройні сили України. І це куда серйозніше, ніж Будапештський меморандум. Вскоре движение начинают колонны военных, пограничников и нацгвардейцев. Среди коробочек бойцы украинско-польско-литовской миротворческой бригады. Замыкают шествие ветераны АТО. А вскоре начинается главное действо. Проезжают танки, бронемашины, артиллерия ствольная и реактивная, системы ПВО. Людей так много, что самые низенькие не смогли насладиться зрелищем целиком. Далековато, видно плохо, а так вообще все интересно. А что делали, чтобы увидеть там? Ой, сюда остановились, вот сюда. Вот аж сюда. Вообще классно. Им хоть якобылыка дуже, щоб вони охранять нашу Батисину. Сюда пришли самые разные люди, но большинство уверены, парад даже в условиях фактической войны на Востоке нужен. Я думаю, что стоит показать нашу технику, та, которая сейчас новая, чтобы все знали, что наша армия, наши вооруженные силы Украины, они не остановились на одном месте, они идут дальше. Звычайно, нужно, чтобы люди увидели, что Украина может себя захистить, всю технику наших героев. Среди зрителей есть и те, кто в Украину специально прибыл на торжества. Британский финконсультант Славко Гавриляк, этнический украинец, родился в Англии, прилетел из Манчестера всего на один день посмотреть парад. Ну а по окончании парада Крещатик и Майдан открыли для народных гуляний. После парада глава государства встретился в своей администрации с президентом Польши Анжем Дудой, а затем они отправились в дипломатическую академию на встречу с украинскими послами. О чем говорили, узнаем от Ирины Романовой. В актовом зале дип-академии яблоку негде упасть. Здесь собрались на ежегодную встречу почти все украинские послы. Первым появляется премьер. Поздравляет с Днем независимости. Говорит о необходимости перезагрузки дип-представительств за границей. И обещает, в следующем году они станут жить лучше. Я видел уровень вашего обеспечения за кордоном. Моя особенная дума, что этот уровень непринятен. При планении бюджета на 2017 год я буду отстойвать позицию суттєвого 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 финансування наших дипломатичних представництв за кордоном. Позже появляется Порошенко и его польских коллегах. Президент Украины говорит о сложной ситуации на востоке и в Крыму. Благодарит за поддержку международных партнеров, в том числе и Анджея Дуду. И сообщает, работа в нормандском формате вскоре возобновится. Мы вместе с нашими партнерами в рамках нормандского формата продолжаем работать над реализацией моего мирного плана. Мои переговоры с лидерами Немеччины и Франции дают представить, что в ближайшее время, несмотря на любые заявки, нормандский формат будет реанимован. И мы дуже дякуємо Польще за ту роль, яку вона відіграє для допомоги відновлення миру и забезпечення суверенитету України. Спорошенко Солидарин и Анджея Дуда в своем выступлении он напоминает, Польша первая после оглашения результатов референдума в 91-м признала независимость украинского государства. И все эти 25 лет Варшава была вместе с Киевом. Мы последовательно сотрудничали во имя сближения Украины и Запада, и мы поддерживали украинский народ на его европейском пути. Это мы делаем и сегодня. Говорит президент Польши и об общей позиции по спорным историческим вопросам. Именно эту тему главы государств поднимали на встрече в администрации. Анджея Дуда выразила надежду, что диалог продолжится, и в ближайшее время оба народа достигнут взаимопонимания. Ирина Романова, Евгений Каминский, подробности, телеканал Интер. В Донецкой области боевики ведут огонь по жилым кварталам. Сегодня ночью и днем противник обстрелял небольшое село Красногоровка вблизи Авдеевки. Там нет позиций украинских военных, там есть только мирные жители. Все подробности расскажет Вениамин Трубачев. Горят целые поля, огонь подбирается к жилым домам. Это последствия очередного обстрела боевиков. Пострадал частный сектор Красногоровки. Местные демонстрируют осколки вражеских снарядов. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот, только со двора. Это вот, наверное, шассу долетело. У детей появилось новое развлечение, рассматривать новые воронки. Всю ночь ребятишки сидели в подвале. Когда утихли выстрелы, отправились искать места, куда прилетали снаряды наемников. Когда минометы, они когда падают, они еще сдалека, они свистят. Вот, а габица, она не сильно так свистит, она падает. И так мы как бы лежим, лежим, и она как ба-бам, она почти не свистит. Один из таких снарядов боевиков прилетел к Надежде прямо в огород. Ее семья едва успела спрятаться в доме. Мы сидели в подвале, все сыпалось, все летело. Это был ужас. Я не хочу вспоминать. Мне очень тяжело. Не хочу. А у вас вот это после... Да, я вообще не могла разговаривать. Это я просто сейчас как волнуюсь. Вчера я вообще заикалась. Взрывы были настолько мощные, что снесло полностью забор, сарай, разрушен сеновал. Повылетали все стекла. Вот воронка. Один из снарядов попал прямо в дорогу. По этой улице ежедневно ездят сотни гражданских автомобилей. Ходят мирные люди. Но это боевиков не останавливает. Осколки залетели прямо в комнату, где спал Александр Владимирович. Взрывной волной его даже подбросило. Мужчина говорит, сегодня у него второй день рождения. Я на диване, вот он спал, вот он летел, а вот он, видите, все. Я не знаю, как не порезал еще. Чего там? Жив остался. Снаряды боевиков разбили электроопоры и трубы. Село осталось без воды, света и газа. Рабочие пытаются починить, но говорят, это ненадолго. Все ожидают новых вражеских обстрелов. Уже сколько раз попадаем так. Только восстановили, через 15 минут уехали, уже перебили. Приходится даже бросать и текать. Убегали и работники железной дороги в Авдеевке. Из-за прямого попадания в диспетчерскую. Все потухло, на перегоны, электричка же не пустилась, поезда стали все, потому что сигналы красным горят. Да это самое, все остановилось. Сегодня в прифронтовых селах должны были пройти концерты в честь Дня Независимости. Но из-за постоянных обстрелов боевиков все праздничные мероприятия пришлось отменить. Вениамин Трубачев, Игорь Сулий и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. О мире для независимой Украины в своем поздравлении говорил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. А еще о том, какие первоочередные задачи стоят сейчас перед страной. Усилить работу по прекращению конфликта на Донбассе призвал Международные институты Папа Римский Франциско. Об этом он сегодня сказал во время своей традиционной мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Там понтифика слушали 11 тысяч человек. Сегодня, когда Украина отмечает свой национальный праздник, 25-летие независимости, уверяю, что молюсь за мир. И повторяю свой призыв ко всем заинтересованным сторонам и международным институтам приложить больше усилий для окончания конфликта, освобождения пленных и решения сложной гуманитарной ситуации. Содержание традиционной проповеди понтифика изменили трагические события в Италии. Сегодня ночью в результате землетрясения магнитудой более 6 в центре страны погибли 73 человека. Таковы последние данные. Я напомню, 7 лет назад неподалеку от Аквилы стихия унесла жизни более 300 человек. Но и сейчас страна оказалась к ней не готова. Городок Аматричи в 50 километрах от столицы, можно сказать, больше не существует. Практически не осталось целых зданий и в соседних Акумале и Арквата Дель Тронто. На этом видео спасатель пытается поддержать пожилую даму, ставшую заложницей собственного дома. Вы меня слышите там внутри? Попробуйте вдохнуть сейчас немного. Удается? Я здесь. Постарайтесь не нервничать. Сейчас мы все это уберем. Когда под утро в течение 20 секунд сотрясало Рим, люди поволновались и успокоились. Но ровно до того момента, как стали приходить сводки из центральной горной части Италии. Район нетуристический. Здесь на загородных виллах и в апартаментах от августовской жары спасаются жители мегаполисов. После того, как начались первые толчки, люди выбегали на улицу прямо в пижамах. Заблокированными оказались те, кто не сумел выбраться из зданий. В основном старики и дети. Уже высказал свои соболезнования пострадавшим премьер Маттео Ренци. Папа Римский, который по средам проводит аудиенции, в последний момент поменял текст проповеди. Знать, что под обломками находятся также дети, меня потрясает до глубины души. Я не могу промолчать о своей боли и сочувствии к тем, кто находится в районах пострадавших от землетрясения. К тем, кто потерял близких и тем, кто до сих пор чувствует страх. Неизвестно, есть ли среди пострадавших и погибших украинцы. Информацию только собирают. В нашем посольстве работает горячая линия. А страну продолжают сотрясать подземные толчки. Они ощущались даже после обеда в районе Абруцца и в печально знаменитом городе Аквила, который 7 лет назад был практически уничтожен землетрясением. София Гордиенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Свои соболезнования пострадавшим и родным погибших принес украинский президент Петр Порошенко. Готовность помочь Италии в ликвидации последствий этого землетрясения выразила Германия. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в Эстонии. То, что произошло, это ужасно. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Риму, если это необходимо. Сегодня все наши мысли с народом Италии. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Билет не в тот конец. Почему поездка в эконом-классе может закончиться для лидера британской оппозиции отставкой? Политика с хвостом. Кто держит на поводке нового мэра города в штате Миннесота? В Николаевской области назревает очередная Врадьевка. Народный бунт против беспредела полиции разворачивается в районном центре Кривое озеро. Этой ночью при задержании правоохранители до смерти избили местного жителя. Как говорят очевидцы, били зверски. Били до тех пор, пока тот не стал захлебываться собственной кровью. На месте событий сейчас находится мой коллега Кирилл Ющишев. Он с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуй. Расскажи о том, что сейчас происходит в Кривом озере. Добрый вечер, Наталья. На данный момент местные жители пикетируют отделение полиции. Осада продолжается уже несколько часов. Люди требуют наказать правоохранителей. Говорят, они виновны смерти Александра Цукермана. Утверждают, его избили полицейские. Как нам рассказали очевидцы, все происходило так. Александр поздно ночью приехал домой на такси. Был на веселе, с водителем не рассчитался. Завязалась небольшая потасовка. Потом пошел домой, где начал ссору с женой. Та вызвала наряд, чтобы успокоить мужа. Приехали сразу шестеро полицейских. Мать погибшего, говорит, правоохранители надели на Александра наручники. Потом начали избивать ногами и дубинками. Я их просила. Он уже просил, что не пейте. Я уже харкаю кровью. Какие-то говорят, что ты еще харкаешь. Я его харкаю. И детине 13 лет. В результате мужчина скончался в луже недалеко от дома. Медикам осталось только констатировать смерть. Начальник местной полиции говорит, что все было не иначе. Полицейские оборонялись. Следующая оперативная группа, минут 40-50, выкликала из-под двери этого гражданина. Он не выходит. Потом сама женщина его позвала. Этот человек вышел. Начал нападать на работников полиции с лопатой. И бег за ними. Когда по поселку разлетелась новость, что Александра до смерти избили полицейские, народ взбунтовался. Сначала люди заблокировали место происшествия и не давали увезти тело, пока не приедут журналисты и областное полицейское начальство. Взяли в осаду и отделение полиции. Наша ментовка беспредел такой, что они хотели скрыть. Скрыть это преступление. Пока народ не восстал. Забрали життя молодого человека, батька двух детей. Сегодня в полчаса бегали на кого-то сперта, но только не они. Местные говорят, это далеко не первый случай беспредела полицейских в Кривом озере. Но силовикам все всегда сходило с рук. Под давлением народа, стражей порядка, которые этой ночью прибыли на вызов дома Александра Цукермана, усадили в автозак и отправили на допрос в Николаев. Тело погибшего также увезли на экспертизу в область. На данный момент все шесть сотрудников полиции остранены от выполнения своих служебных обязанностей. По ситуации я вижу, что однозначно кто из этих представителей полиции будет затриман. И буквально полчаса назад начались беспорядки. Мужчина явно на веселе на автомобиле пытался пробить закрытые ворота отделения полиции. После нескольких попыток он развернулся и уехал. Поселок Кривое озеро по соседству с печально знаменитой Врадиевкой, где ровно три года назад двое сотрудников милиции зверски изнасиловали 29-летнюю Ирину Крошкову, а затем пытались убить ее. Тогда люди штурмом брали отделение милиции, требуя наказать виновных. Милиционеры получили по 14 лет тюрьмы. Как будут развиваться события в этот раз, мы обязательно проследим. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин был с нами на связи из Николаевской области. Целый день наши журналисты пытались связаться с Министерством внутренних дел, чтобы получить комментарии относительно этих шокирующих событий в Николаевской области. Но ни в МВД, ни в национальной полиции на телефонные звонки наши никто не ответил. Возможно, завтра после празднования мы услышим реакцию руководства этих ведомств, а наши журналисты продолжат собственное расследование всех обстоятельств этого дела. И еще две жуткие аварии с украинцами за рубежом. Одна из них под Ростовом-на-Дону. Микроавтобус с украинской регистрацией следовал из Грузии в Москву. На трассе около 6 часов утра по киевскому времени он влетел в разделительный отбойник. Погибли двое украинцев. Постраждало 9 граждан Украины. В результате этой аварии две люди погибли. Другие получили поранения разного ступня тяжкости. Однако, за передней информацией, их грозы к жизни нет. Их станут ценивать как задовольные. Еще одна украинка погибла в ДТП под Хельмом. Это Польша. Там микроавтобус съехал на обочину и на скорости врезался в дерево. Жертвой этой аварии стала 29-летняя девушка. Еще две пассажирки пострадали. Как сообщили нашим корреспондентам в МИД, они обе сейчас в больнице и жизни их ничто не угрожает. Водитель также госпитализирован. Он был трезв. Рассказал о том, что на дорогу выбежало дикое животное, которое он пытался объехать. На работу в День независимости. Новый американский посол Марий Иванович как раз сегодня в праздник приступает к своим обязанностям. Случайно ли, что ее приезд совпал с торжествами? Что она за человек? Чем запомнилась в Вашингтоне? И чего теперь ждать от нового дипломата? Мой коллега Дмитрий Анопченко выяснил это у людей, которые знают Иванович лично. Тихая улица, где все друг друга знают. Скромный двухэтажный дом, деревянный, с обложенным красным кирпичом цоколем. И не в столице, а на окраине Александрии, городка в окрестностях Вашингтона, тут до последнего времени и жила Мария Иванович, которую соседи звали просто Маша. Она очаровательная, ее тут все соседи любили. Маша часто у дома гуляла с собакой, и песика ее тоже все обожали. Жила скромно. Дом, работа, дом, где из тех, кто всегда ждет, только старенькая мама. Надежда Михайловна. Знакомые знали, что Мария работает в госдепе, но о карьере с ней толком и не говорили. И удивились, услышав от нас о назначении Иванович в Киев, послом Соединенных Штатов. Надеюсь, для нее это будет хорошее время. Я знаю, что она и маму с собой забрала, и щенка скаута. Так что желаю, чтобы пребывание в Украине им запомнилось. Мы тут всего самого лучшего ей желаем. Подчеркнутая доброжелательность, фирменный стиль и самой Марии Иванович, сказали нам те, кто знает дипломата по работе. Мол, это у нее в характере. Но улыбчивость вовсе не означает покладистость. В ее лице мы увидим мягкого по форме, приятного в общении, но очень жесткого дипломата, уточнил нынешний посол Украины в Штатах Валерий Чалый. А американские дипломаты пояснили мне еще один момент. Иванович уж точно не будет свадебным генералом. Она человек, который дотошно лично вникнет во все процессы и станет влиятельной фигурой в Киеве. Что касается даты, когда Мария Иванович приступила к работе, то в дипломатических кругах нам сказали, это совпадение и ничего больше. Но в госдепе решили, раз уж получается прилететь под День независимости, то пусть так и будет. Но для Белого дома было куда важнее, чтобы новый посол оказался в Киеве еще до осени. Ведь демократам нужно расставить ключевых дипломатов еще до президентских выборов, которые мало ли чем закончатся. Кандидатура Иванович явно согласована с Хилари Клинтон. Ведь им и дальше работать, если Клинтон победит, уверен экс-министр иностранных дел Константин Грищенко. А еще один высокопоставленный дипломат сказал мне, что даже если выиграет Трамп, Мария Иванович тоже должна сохранить пост. Несмотря на то, что все послы формально заявляют новому президенту об отставке, давая возможность переформатировать команду. Мол, отзывать ее всего через три месяца будет просто неприлично. Да и профессионал она высококлассный. Коллеги-дипломаты говорят, Мария Иванович уже работала в Киеве, а значит в курс дел войдет быстро, будет столь же открытой для общения, для прессы, как и предшественник Джеффри Пайет. И, пожалуй, единственное, что не позволит снимать журналистам, так это свои тренировки под зюдо, которым давно и профессионально занимается. Ведь, несмотря на хрупкую внешность, Мария Иванович, новый американский посол, серьезный боец на ковре. И спортивном, и политическом. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Ровно два года назад, 24 августа, отряды боевиков и наемников пересекли международный пункт пропуска Новоазовская, начали с боями продвигаться в сторону Мариуполя. Только невероятными усилиями добровольческих батальонов и вооруженных сил их удалось остановить на подступах к курортному поселку Широкино. И до сих пор там идут ожесточенные бои. Подробнее Станислав Кухарчук. Град с Россией ху**рит напротив первого села за Максимово, хутором сразу стоит. Это видео было отснято накануне 23-й годовщины независимости Украины. В день государственного флага с территории России начался массированный обстрел пограничного пункта Новоазовск. А уже утром его пересекла колонна вражеской техники. Судя по этому дорожному указателю, тот самый Новоазовск, который ровно два года назад зашли регулярные российские части, находится в том направлении, в 21-м километре отсюда. Окупантов удалось остановить в некогда курортном поселке Широкино. С тех пор он стал своеобразным форпостом перед Мариуполем. Восточная окраина Широкино. Уже два года здесь идут ожесточенные бои. Последние семь месяцев позиции здесь удерживает украинская морская пехота. Вечер перед днем независимости. Едва стемнело. На восточной окраине поселка снова начались интенсивные бои. Наши позиции под плотным огнем боевиков. Приезжают российские братья и нарушают. А местные не хочут ехать, потому что местным потом достается. Отвечаем адекватно, потому что позиции даже близко их. До 500 метров бываем. Бои стихают только ближе к полуночи. И командир дает задание проверить секреты за селом. Такая тишина не присуща этой местности. И чуть успеваем спуститься в окоп, наемники накрывают огнем из артиллерии соседний фланг. Морпехи, стиснув зубы, вынуждены наблюдать за обстрелом. Тяжелого вооружения у них нет. За последние семь месяцев нашим военным удалось полностью взять поселок под свой контроль. Противнику это явно не нравится. Для защитников Широкино день независимости Украины уже больше, чем праздник. Но поздравить бойцов командир не успевает. В 6 утра наши и соседние оппозиции попадают под плотный артиллерийский огонь боевиков. Позвал, позвал, ребята. Мы тоже? Да, да, да. Позвал, быстро, позвал. Вот тебе, блядь, там муха и праздник. Бой продолжается больше часа, но несмотря на превосходящие силы противника, защитники Широкино и на этот раз удержали свой форпост. Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Донецкая область. Телеканал Интер. Турецкие танки вошли в Сирию. Анкара начала наступательную операцию против террористов ИГИЛ на севере страны. Границу пересекли около шести танков. Вместе с ними прошли и поддерживаемые Турцией сирийские повстанческие силы. Одновременно удары наносили турецкие самолеты и артиллерия. О наступательной операции официально заявил президент Раджеп Эрдоган. Дамаск выступил категорически против. Сирийский МИД назвал операцию нарушением сирийского суверенитета. Мимо кресла главный британский лейборист спровоцировал скандал своей поездкой на поезде. Что возмутило британцев и почему в ситуацию вмешался миллиардер Ричард Брэнсон, расскажет наш британский спецкорр Светлана Чернецкая. Джереми Корбин, лидер британской оппозиции, глава лейбористской партии, то есть партии рабочих и всегда подчеркивает свою солидарность с обычными трудягами. Не пользуется привилегиями, отказывается от роскоши. Вот и в этот раз записал видео, где сидит на полу британского поезда. Мол, мест нет, устраиваться пришлось, как и многим. В принципе, люди на полу переполненных вагонов в час пик – вполне обычная картина Великобритании. Корбин же не упустил возможности заявить, что проблему загруженности поездов надо решать. И лучший вариант – забрать их у участников и вернуть в собственность государства. С этой проблемой каждый день сталкиваются многие пассажиры. Реальность такова – поездов слишком мало, а нужно намного больше. К тому же они невероятно дорогие. Не правда ли это хороший пример, почему надо их ренационализировать? Особого ажиотажа видео он не вызвало. Корбин в очередной раз просто показал, что близок к народу. Вот только неделю спустя ролик оказался в топ-просмотров. Лейбористу не повезло записать свое обращение в поезде компании «Вирджин», принадлежащей известному бизнесмену Ричарду Брэнсону. Тот не смог проигнорировать нападки на свое детище и вмешался в историю. В Твиттере, где у него 8 миллионов подписчиков, написал, что перед тем, как расположиться на полу, Корбин прошел мимо многих свободных мест, подкрепив текст фотографией. А ЖД-компания «Миллиардера» опубликовала запись камер наблюдения с указанием точного времени. На ней видно, сразу же после получасовых съемок ролика, вся команда политика спокойно разместилась на сидениях. В соцсети тут же отреагировали массой забавных мемов, как этот. Пришлось сидеть на полу сегодня, поскольку мой офис переполнен. И, конечно же, журналисты не упустили возможности спросить оппозиционера об этой странной истории. Я очень рад, что вы так внимательно посмотрели видео с камер наблюдения. Это очень важный вопрос. Да, я прошел весь поезд. Да, я искал два свободных места, чтобы сесть со своей женой и иметь возможность поговорить с ней. То есть, по сути, признал, свободные места все же были. И получается, в своем видеообращении, если не солгал, то сильно преувеличил. Скандал серьезно пошатнул его имидж честного и прямолинейного политика. И это совершенно не кстати именно сейчас, когда либористская партия выразила недоверие Корбину за провал кампании относительно членства Великобритании в ЕС. И организовала выборы нового главы. Соперником Корбина за главной постпозицией является депутат и бывший журналист BBC Оуэн Смит. Он уже поспешил осудить оппонента за странный подлог. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэ. Еще раз с праздником всех нас. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин